Привет, друзья! Привет, дорогие! Вы уже неоднократно просили, как говорится, по заявкам трудящихся. Сегодня мы с вами детально разберем, какие средства розжига необходимо иметь при себе для эффективного разведения костра практически в любых климатических условиях, при любой погоде, в любой сезон. Расскажу вам, какими средствами пользуюсь лично я, как минимизировать и практически свести до нуля их отказ или утерю. Также покажу вам, как правильно подготовить НЗ, неприкосновенный запас. И отдельно разберемся с вами, как с помощью правильной растопки получить огонь быстро, практически в любую дождливую погоду, когда лес в буквальном смысле промок насквозь. Прежде всего, рекомендую просмотр эти материалы для начинающих туристов, в том числе и для тех, кто собирается в какие-то серьезные походы. Молодежи будет, я думаю, интересно посмотреть. Да, знаю, меня смотрят и семьи с детьми, что очень приятно, спасибо вам большое. Поэтому сегодня я вам все, как у нас с вами, уже заведено, разжую, разложу по полочкам, все детально. Также для любителей конкретики оставляю тайм-коды в закрепленном верхнем комментарии под фильмом. Ну что ж, поехали. И давайте предлагаю разделить эти средства розжига на две части. Первое, это будет у нас с вами основной инструмент для получения огня, оперативный, который будет всегда у вас под рукой. И второе, это некий НЗ, то есть неприкосновенный аварийный запас, который подобный основному, но будет содержаться отдельно и использоваться только в случае выхода из строя или утери основного средства розжига. Перед вами, друзья, первое, самое распространенное, максимально эффективное, а главное, ни разу ничем не превзойденное средство для оперативного получения огня. Да, это самая обычная, банальная газовая зажигалка. Запомните одно простое правило. Каждое ваше действие в походе должно по возможности иметь наименьшую затрату времени и физических сил. Очень важно, особенно при длительных переходах, верно распределить приоритеты, свою нагрузку и расход энергии. То есть вот вы весь день шли до контрольной точки вашего маршрута, тащили на себе тяжеленный рюкзак килограмм 25 с вашим скарбом, провиантом и снаряжением, дошли до точки стоянки, вам нужно ставить палатку, собирать дрова, разводить костер, желательно покушать что-то, попить, вскипятить воду, заварить чай, допустим, и хорошо бы еще выспаться, а тут похолодало, еще возможный дождь зарядил, что часто бывает. То есть понимаете, да, энергия израсходована, сил у вас осталось уже мало, а у вас банально нет с собой зажигалки, потому что вы решили, что все это для городских чайников, а я вот возьму кресало, огниво там какое-то и буду сидеть, чиркать искру, чтобы добыть огонь, вместо того, чтобы максимально оперативно развести костер, поставить воду, кипятиться там для заваривания напитка или для приготовления пищи. То есть вы такой крутой бушкрафтер, а солнце-то уже садится. Кстати, есть у меня на канале уже такой эксперимент, когда я зимой в отрицательные низкие температуры пытался добыть огонь методом трения, то есть позаниматься выживанием решил. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Большинство таких, знаете, матерых таежных походников в качестве основного средства розжига используют именно зажигалки. Весь секрет заключается в том, что для получения будущей растопки требуются высокие температуры, а это только огонь, не трение, не искры, не тлеющий уголек, а именно огонь, который с помощью зажигалки добывается буквально за секунды. Правда, тут есть и свои подводные камни. Зажигалка, хоть и являясь максимально эффективным инструментом для оперативного получения огня, как правило, также еще является крайне ненадежным средством. Самих зажигалок при этом существует огромное количество всяких разных, как вы знаете, газовые, бензиновые, турбопьезы и так далее. Давайте детальнее с вами разберемся, какую же все-таки зажигалку выбрать и как минимизировать ее отказ. Если мы с вами говорим об обычной газовой зажигалке, то, как вы все понимаете, случится с ней может все что угодно. Об устройстве такой зажигалки я уже подробно рассказывал в своем фильме о том, как получить огонь от зажигалки без газа. Кому интересно, также ссылочка в описании. Принцип работы такой зажигалки всем до боли понятен. Тут есть такая педалька для подачи газа, я поэтому их называю педальными. Правда, хочу заострить ваше внимание на том моменте, что 90% обывателей полагают ошибочно, что это кремниевые зажигалки. На самом деле, сам стерженек, находящийся под кресалом, вот этим колесиком, является фероцерием. То есть, это некие сплавы металла и церия. Абсолютно такие же фероцериевые стержни используются и во всех распространенных покупных огнивах. Только там они значительно больше по размеру. Система эта хоть и педальная, да безобразие простая, но, однако, имеющая ряд неизменных болячек. Давайте с ними разберемся подробнее. Практически все фероцериевые зажигалки не терпят воды и влаги. Стоит даже немного намочить мокрыми руками колесико и все, искры уже не будет. И чтобы зажечь, вам уже придется ее сушить. Ввиду того, что само колесико расположено на пластиковых ножках, которые являются его креплением, вся эта пластмасса довольно хлипкая и частенько само колесико может просто слететь с крепления. Одновременно с этим мгновенно вылетает и пружинка со стержнем и все, зажигалка тут же приходит в негодность. Причем случиться это может когда угодно и где угодно, даже если вы ей не пользовались. В походе где-то об дерево приложились там и все, смотрите, а пружинки уже нет. Третье, вся эта пластмасса не выдерживает ударных нагрузок. Причем для того, чтобы нарушить ее целостность, совершенно не обязательно прилагать каких-то особых усилий. Достаточно небольшой микротрещины в резервуаре и все, газ под давлением моментально улетучится и зажигалка придет в негодность. Четвертое, ни в коем случае, а это довольно часто возможно, потому что растопка может быть влажной, приходится ее дольше подпаливать. Так вот, ни в коем случае нельзя очень долго держать с открытым огнем зажатую эту педальку. Все эти пластиковые элементы, крепления и так далее максимально разогреваются, в том числе и колесико, кресало, защитный кожух и сам ферроцеревый стержень. Это все раскаляется до того, что может в худшем случае просто оплавиться, все это слететь с крепления, вылететь раскаленные части, разлететься. Не дай бог еще в вас куда-то или в ваших товарищей отлететь, все это очень небезопасно. Еще один такой нюанс, вот касаемо этих ферроцеревых зажигалок, сам стерженек под колесиком, он довольно короткий, то есть маленький и быстро заканчивается. И часто бывает так, что вот газ еще не закончился, а стерженька уже нет. Вообще, ребят, в этих зажигалках это некая рулетка, что быстрее закончится, стерженек или газ. Особенно об этом знают курящие люди. Еще такие зажигалки не терпят резких перепадов температур. Ее ни в коем случае нельзя оставлять вблизи открытого огня, где-то под прямыми лучами солнца. Газ в резервуаре разогревается и под высоким давлением может просто разорвать корпус. Осколки разлетятся по периметру, могут отлететь в вас, не дай бог, или в ваших товарищей. Однако при низких отрицательных температурах газ внутри загостевает и огонь уже не получить. То есть вам ее еще предварительно нужно будет отогревать дыханием или в руках. Опыт практического применения показывает, что наиболее можно доверять вот этим зажигалкам Крикет. Есть еще хорошие Биговские зажигалки, но что-то в последнее время их я не особо вижу. Местами продаются, но далеко не везде. Крикет же распространен повсюду. Таким образом, я полагаю, что у вас уже приходит некое понимание, что одной такой зажигалки в походе, особенно в серьезном, будет недостаточно. И об этом мы с вами поговорим чуточку позже. Другой распространенный вид зажигалок, это зажигалки с пьезоэлементом. В отличие от фероцеревых, искра здесь создается за счет пьезогенератора и маленького кристалла кварца внутри. Если говорить простыми словами, то при нажатии на кнопку происходит микроудар об кварц, что вызывает электрический пробой. И между выводами электродов проскакивает искра. То есть получается такая мини-молния, которая и воспламеняет газ, подающийся по тому же принципу. К слову сказать, пьезо-зажигалки считаются более долговечными, надежными, чем их фероцеревые собратья. И действительно, срок службы самого пьезоэлемента с кристаллом составляет примерно 12 лет. Пьезоэлемент уже не боится влаги, в отличие от фероцерия. Также здесь отсутствует уже стерженек, кресало, колесико и пружинка, которые, как мы уже с вами поняли, могут быстро прийти в негодность. Однако при всех преимуществах этих зажигалок в них также присутствует ряд недостатков. И самое главное, это опять вся та же хлипкая пластмасса. Все элементы этих зажигалок так или иначе закреплены на этой пластмассе. И в зависимости от качества ее производства, все это может прослужить долго, но может и сломаться, выйти из строя в самый неподходящий момент. Так же, как и фероцеревые пьезо-зажигалки заправляются все тем же пропан-бутаном, который не терпит высоких или отрицательных температур. Все это следует учитывать при хранении и ношении таких зажигалок. Это, пожалуй, все, что касается наиболее распространенных и часто используемых зажигалок. Конечно, я знаю, что есть и всякие турбо-пьезо, и бензиновые зажигалки. Мы этого еще с вами коснемся ближе к концу этого фильма. Таким образом, особенно в длительном походе, всегда необходимо иметь некоторый запас таких зажигалок. Обычно это четыре зажигалки. Две фероцеревых и две пьезо. Все эти четыре зажигалки так или иначе рассортированы у меня в разных местах. И вот давайте на этом остановимся подробнее. Одна из них, как вы уже поняли, находится у меня всегда в кармане куртки для оперативного получения огня. По принципу достал и поджег. Вторая зажигалка находится у меня вот в этом боковом кармане штанов. Она также рабочая и служит для оперативной замены, если основная вышла из строя или утеряна. Две другие зажигалки находятся у меня в рюкзаке. Одна вот здесь у меня такой оперативный отсек. Это уже пьезо-зажигалка. И она по сути является тоже основной, но в случае отсутствия под рукой, допустим, куртки, в которой у меня лежит рабочая зажигалка. Допустим, где-то в лагере куртка висит на дереве, а рюкзак под рукой. Также вот тут расстегнул, вот это хозяйство достал, оперативно где-то что-то поджег. И, наконец, четвертая зажигалка уже является по своей сути НЗ и хранится она у меня в другом отсеке рюкзака вместе со спичками и средствами растопки, которые все вместе находятся вот в таком пластиковом контейнере, о котором я вам расскажу обязательно детальнее, чуточку позже. Вот такая моя сортировка куртка, штаны, рюкзак. Может на первый взгляд показаться хаотичной, но это только на первый взгляд. В этом кроется определенная логика. Дело в том, что рассортировав зажигалки вот подобным образом, вы минимизируете вероятность оказаться без огня в случае полной или частичной утери вашего снаряжения. И такие случаи не редкость. Скажем, при переправе через какую-то бурную речку по бревну упали или там рюкзак у вас случайно слетел, унесло его. Или же при сплаве по этой самой речке, при перевороте плавсредства. Таким образом, даже в случае полного намокания или утери части вашего снаряжения, вы минимизируете вероятность оказаться совсем без огня. Ревизию всех этих средств розжига необходимо проводить перед каждым вашим походом, проверять на наличие остатков газа, работы ферроцерева стержня, искры и так далее. Если вы уже довольно давно пользуетесь зажигалкой, лучше не рискуйте, замените на новую. И вот еще, казалось бы, да, вот такая мелочь, нюанс насчет цвета зажигалки. Не принципиально, но лучше все-таки выбирайте ярких цветов, то есть красную или там желтую. Потому что в случае, если такая зажигалка окажется у вас случайно где-то на грунте, упала, то найти ее будет значительно легче, чем если это будет зажигалка темного цвета, который просто сливается с почвой. И, наконец, самое интересное, есть у меня вот такой вот НЗ, в качестве которого я использую коробок спичек, вторую зажигалку, кусочек плексигласа и вату. Давайте по каждому из этих предметов теперь пообщаемся детальнее. Система хранения. Это, как вы видите, у меня вот такой вот пластиковый пищевой контейнер, который без проблем можно купить в любом магазине. Основной смысл, чтобы крышкой его, крышкой он закрывался герметично. То есть, вне зависимости от каких-то внешних факторов, все предметы, находящиеся внутри этого контейнера, должны быть хорошо защищены от влаги и прямого воздействия воды. Надеюсь, также всем понятно, почему пластик, а не стекло. Стекло может просто банально разбиться. Также, кстати, насчет самого вот этого пластика есть один нюанс. Вот не стоит выбирать такой, знаете, жесткий дубовый пластик, потому что он может при сдавливании какими-то еще предметами в вашем рюкзаке, он может просто треснуть. Вот нужно взять примерно вот такой вот довольно прочный, но в то же время гнущийся пластик. То есть, нужно найти такой некий баланс между вот его надежностью, прочностью и гибкостью. Некоторые, знаю, еще используют такие, знаете, бутылочки для детского питания с винтажной крышкой. Тоже вполне себе приемлемый вариант. Содержимое контейнера – это обычные спички, которые продаются повсеместно. Правда, с ними есть один нюанс. Как вы знаете, спички подлежат отсыреванию, поэтому прежде чем их располагать в НЗ, их необходимо обработать парафином. Я делаю это с помощью свечи. Просто окунаем каждую спичку в растопленный воск. Он обволакивает головку спички, быстро застывает и все. После такой процедуры на спичку можно даже лить воду, ей уже не страшна никакая влага. Разумеется, перед использованием парафина следует удалить, очистить головку. Делается это тут же на месте, после чего спичку можно поджигать. Также сюда же идет четвертая зажигалка и, наконец, плексиглас, друзья, то есть оргстекло. Да, знаю, сухой спирт, вы скажете, таблетки эти вам тоже показывают, это все вы смотрели. Да, кладут тоже в НЗ, но при этом забывают, что у сухого спирта есть ряд определенных недостатков, о котором я вам сейчас расскажу. Во-первых, сухой спирт подвержен отсыреванию и часто просто разваливается на куски. Во-вторых, как показывает практика, поджечь его достаточно проблематично. От искры он точно не воспламенится. Ну и, наконец, он страшно воняет аммиаком, причем при горении тоже. И да, он еще и денег стоит. Поэтому большинство опытных советских туристов всегда использовали именно оргстекло. Вот мужики, те, кто со времен еще СССР ходил в походы, так же, как и я, те меня поймут, о чем я говорю. У нас у каждого всегда было пару кусочков вот такого плексигласа. Особенно эта штука незаменима в зимних лыжных походах. О всех прелестях и преимуществах плексигласа я вам расскажу подробнее, когда мы с вами дойдем до методов растопки в любых климатических условиях. Добавлили, что разжиться таким кусочком оргстекла, в принципе, не проблема. Я вот взял, вырезал его из коробочки, из-под экшн-камеры у меня. Ну, там такая крышка вот как раз из плексигласа. В принципе, ну, покопайтесь у себя где-то дома, в гараже, наверняка что-то подобное найдете. Если же нет, я помню, вот мы в детстве, ну, на любой стройке там попросить у мужиков, у строителей, они вам эти обрезки дадут вообще без проблем, за милую душу. В принципе, не обязательно класть плексиглас в НЗ, он не боится, не подвержен абсолютно никакой влаге. Но я, надеюсь, так же, как и вы, вот привык, чтобы у меня все такие вещи хранились где-то вот в определенном одном месте. То есть, всегда у нас с вами все должно быть под рукой. Поэтому один кусочек здесь в НЗ, а второй такой оперативно рабочий, назовем это так, просто в одном из отсеков рюкзака. И, наконец, в этом же контейнере я обычно храню еще и кусочек ваты в таком вот пакетике. О нем я вам расскажу так же позже, когда мы дойдем до растопки. Это что касается непосредственно самого НЗ. Но есть у меня еще вот такая вот штука. Это мне друг подарил огниво. Это, ну, я думаю, многим из вас знаком. Это обычное покупное огниво. Так же самое тут большой ферроцеревый стержень. И в качестве кресала используется кусочек металла из высокого углеродистой стали для получения искры. Принцип работы такого огниво, я думаю, многим из вас знаком. Кстати, максимально эффективно можно получить огонь с помощью той самой ваты, которая находится у меня в НЗ. Она идеально подходит для этой задачи. Да, выглядит довольно эффективно это все, конечно. Но на практике, в реальных условиях, я этой штукой никогда не пользуюсь. Ну как, в лагере, если только для развлечения какого-то, и то в основном для детей. Дети любят всякие такие штуки. Вроде бы, да, вещь такая, казалось бы, нужная. Но при правильном, грамотном подходе к средствам розжига оказывается абсолютно незадействованной. Так она у меня и болтается в рюкзаке. Ну, в принципе, и дома ей тоже не место. Так что, ну, может быть, когда-нибудь для чего-нибудь пригодится. Хотя я говорю, крайне редко ей пользовался. Но, в принципе, предмет компактный, ношу не тянет. Пусть в рюкзаке тоже будет. Таким образом, возвращаясь к НЗ, все до боли, до безобразия просто. Еще раз, зажигалка, коробок спичек, пропарафиненными спичками, кусочек плексигласа и вата по вашему усмотрению. Все это дело у меня практически никогда не вынимается из рюкзака. Ревизию НЗ я провожу крайне редко, потому что это все-таки неприкосновенный аварийный запас. И служит он только в основном, если вы остались без средств розжига каких-либо. Или они все у вас намокли, или произошла какая-то их утеря. Если же речь у нас с вами идет о каких-либо сложных сплавах или переправах через таежные речки по третьей, четвертой категории, то помимо основного НЗ, который содержится у вас в снаряжении, в рюкзаке, в обязательном порядке нужно иметь практически копию такого же самого НЗ, но содержащегося в герметичной упаковке и который будет находиться непосредственно при вас. Это так называемый аварийный резерв. То есть гермо-чехол, предметы, которые находятся внутри такого гермо-чехла, должны быть защищены от воды и не просто от влаги какой-то, а даже от длительного пребывания в воде. Какой это будет чехол решать только вам. Их сейчас представлено огромное количество. То есть они всякие разные, разных размеров. Главный принцип здесь заключается в другом. Чтобы этот резерв у вас находился, вот этот гермо-чехол находился именно на вас, то есть фактически. Обычно они, их можно повесить, вот эти чехлы вот так вот на шею где-то. Вот есть такие, даже как у меня, вот этот вот. Их, его можно разместить, закрепив где-то даже на руке. То есть снимается вот эта вот лямка и закрепляется вот так вот на предплечье. Это очень удобно, особенно при сплавах. То есть суть заключается в том, что при перевороте вашего плавсредства, а такое случается довольно часто, люди вон и на второй категории переворачиваются и теряют все снаряжение, оказавшись на берегу, у вас будет фактически то, что осталось на вас. И вот этот аварийный резерв, это будет очень незаменимой штукой в такой ситуации сложной. Почему я акцентирую внимание на этих вещах? Вот представьте себе такую ситуацию, вы сплавляетесь на байдарке в составе группы и случилось так, что байдарка перевернулась. Основной части группы повезло, им удалось выбраться на берег, спасти часть вашего снаряжения. Вам же повезло меньше, вас отнесло прилично по бурному потоку, по течению вниз, и вы выбрались на другой стороне берега. И в данном случае вы оказались без всего, без снаряжения. У вас осталось только то, что находилось при вас. И здесь это да, это уже фактически становится выживанием. Это не тем условным выживанием, которое вам снимают и показывают, выдумывая какие-то нелепые сценарии, а непосредственно суровая проза жизни, как говорится. И такие случаи, ребята, это не редкость, это все довольно серьезно. И вот здесь приоритеты в этом самом выживании должны быть расставлены верно. И это не добыча еды или воды, вода у вас и так под рукой, река рядом. А именно добыча огня и разведения костра для просушки вашего снаряжения, ваших вещей, которые у вас остались, для согревания организма. Потому что болеть в тайге нам вообще категорически никак нельзя. Именно поэтому огонь в данном случае будет являться для вас приоритетом номер один. Собрали хворост, дрова, развели огонь с помощью аварийного резерва, без особых трудностей, сэкономив на этом и время, и силы. Обогрелись спокойно, успокоились, просушили вашу одежду. И уже дальше думайте, планируйте. То есть уже какой-то отдых у вас пошел, моральный, по крайней мере. Уже можно планировать следующие этапы вашего выживания. То есть это вода, кипячение воды, в принципе, в отсутствии какой-либо тары. Я уже показывал, как это делается. Котелок из бересты в фильме о том, как добыть воду в лесу. Ссылочка в описании, изучите, кому интересно. Кипятим воду в лесном котелке. Завариваем лесной чай из еловых побегов и листиков земляники. То есть такой тонизирующий напиток будет. Это же и природный антисептик. Многие даже кладут вот в такие вот чехлы какой-то минимальный набор для рыбалки. То есть это лесочка. Лесочка, набор крючочков грузила поплавочек для ловли небольшой, мелкой и средней рыбы. То есть все это дело так же само кладется в этот же герметичный чехол. И вот уже в принципе, да, вы уже так же можете, придя в себя, вы уже так же можете заняться и добычей еды. Особенно просто в обязательном порядке необходимо иметь такой аварийный резерв, если вы сплавляетесь в одиночку. В принципе, содержание этого герма-чехла варьируется в зависимости от сложности вашего похода или экспедиции. Помимо всех этих средств розжига, допустим, вот этого минимального набора для рыбалки. Некоторые, я знаю, сюда кладут еще какие-то медикаменты. То есть все то, что первой необходимости, сможет так или иначе вам помочь в такой сложной экстремальной ситуации. Важно понимать, чтобы такой набор был компактным. То есть не занимал много места и без проблем размещался где-то у вас на теле или в каком-то внутреннем кармане одежды, либо на шее. То есть не стеснял ваших движений, при этом был довольно компактных размеров. Практическое применение всех этих средств зависит от состава вашего похода. То есть поход по ходу рознь. Главный принцип здесь – это каждый предмет вашего снаряжения, в том числе и средства розжига, должны быть к месту. Так, если вы собрались в какой-либо поход выходного дня, скажем, на пару дней с семьей выбраться на природу, то совершенно необязательно тащить с собой кучу всяких зажигалок, каких-то газовых горелок и тому подобное. Достаточно будет пары зажигалок и НЗ, как вы уже, я надеюсь, поняли, просто вообще никогда не вынимается из вашего рюкзака. Но также и слишком беспечно относиться ко всем этим вещам нельзя. Случаи бывают разные, и на первый взгляд какая-либо безобидная прогулка по нахоженной тропе может обернуться для вас серьезным испытанием, а даже иногда борьбой за жизнь. Случаев масса, поэтому НЗ в обязательном порядке у вас в рюкзаке постоянно. Если же речь идет о серьезных походах или экспедициях, то оправданы будут и газовые горелки, типа вот такой вот, и какая-то походная компактная горелка для оперативного кипячения воды в котелке или приготовления пищи. Отдельная история с аварийным резервом и НЗ при сплавах по рекам, о которой я вам уже рассказал. То есть всегда продумывайте ваше снаряжение, в том числе и средства розжига, в зависимости от условий вашего похода, от его сложности, от сложности маршрута, от климатических условий местности, от многих других внешних факторов. Правда, учтите и такой момент, что при передвижении по гористой, холмистой местности это сопровождается всегда частым набором и потерей высоты, сменой высот. Поэтому каждые лишние 200-300 грамм в вашем снаряжении могут оказаться десятками килограмм по ощущениям. Не пренебрегайте никогда лишний раз перепроверить ваши средства розжига. Как говорится, лучше всегда перестраховаться. Ну что ж, друзья, вроде бы разобрались мы с вами со средствами розжига и НЗ. Переходим к финалу. Сейчас еще разберемся с основными методами и способами эффективной растопки, которые позволят вам получить огонь, развести костер практически в любых климатических условиях, в любой сезон, при любой погоде. Береста, друзья, является самой предпочтительной из всех природных растопок. Береста не особо промокает в дождь, загорается быстро и горит довольно долго ярким пламенем со значительным выделением тепла. В бересте содержится деготь, дубильные вещества, благодаря которым береста не гниет. У данного вида растопки практически нет минусов. В 90% случаев с помощью бересты вы всегда без проблем разведете костер. Однако бывают случаи, вот вы идете в походе, весь день шли, приходите на место вашей стоянки, а береста вокруг и нет. То есть растут в основном одни хвойные породы. В этом случае воспользуемся растопкой номер два. Смола без проблем собирается с хвойных пород деревьев, сосен, елей, пихт в лесу. О полезных свойствах живицы я уже вам рассказывал. Ссылочка, как обычно, в описании под фильмом. Изучайте. Смола – это отличная растопка, которая долго горит и при этом подсушивает влажные дрова. По большому счету это фактически канифоль. Хорошо используется смолу для растопки в влажную погоду, в дождливую. И опять же в отсутствии вокруг берез, с которых можно снять бересту. О труте я вам уже неоднократно рассказывал, но давайте освежим в памяти. Сухая трава является превосходным трутом для любого типа розжига. Будь то спички, зажигалки, огниво и так далее. С помощью сухой травы вы довольно-таки без проблем всегда разведете огонь. Правда, тут есть несколько нюансов. Во-первых, трава должна быть действительно именно сухой. Во-вторых, она довольно быстро выгорает. То есть быстро прогорает, поэтому щепа какая-то, вот эти веточки, хворост, они всегда должны быть у вас под рукой, чтобы оперативно подложить. Это все, что касается основных и наиболее распространенных природных методов растопки. В качестве совета вам, ребят, ну вот в вашем походе, когда вы двигаетесь по маршруту, прямо непосредственно передвигаясь, собирайте попутно эти все растопки. То есть где-то оторвите кусочек бересты, где-то там запаситесь смолой на всякий случай или там той же сухой травой, если такая попадется. Потому что, ну, довольно часто бывает так, что вот вы приходите на место, а там, ну, либо берез нет, либо вообще сушняка никакого. То есть вам придется тратить лишнее время, опять же, расход физических сил, энергии, где-то ходить, искать все это, собирать и тащить обратно в лагерь, когда это можно все было сделать прямо практически по пути, без всяких потерь времени. Но в этом случае нам с вами помогут искусственные средства растопки. Орг-стекло представляет из себя некий термопласт, то есть, можно сказать, такую прозрачную пластмассу, которая весьма неплохо горит. Из-за высокой температуры плавления, более 200 градусов, является отличной растопкой в сырую погоду и снежной зимой. Как я говорил ранее, незаменим в зимних лыжных походах, так как способен распалить даже промерзший хворост, какую-то древесину влажную. Но есть у орг-стекла один очевидный минус. Он довольно сильно коптит, кстати, береста тоже коптит, но при этом он еще и ужасно воняет. Вот химия, ну, пластмасса горит. Поэтому это обязательно учитывайте и постарайтесь не вдыхать этот едкий дым. Как я уже говорил, несколько кусочков плексигласа являлись практически необходимым атрибутом в снаряжении каждого советского туриста. Благодаря его высокой температуре горения, порядка 200 градусов, он действительно способен растопить практически все, что угодно. Сложно задуть на ветру, что эффективно где-то в степях и на открытом пространстве. И также он абсолютно не боится влаги. То есть штука полезная. Также, фактически, как и плексиглас, разжиться можно повсеместно кусочком резины. Правда, поджигать ее нужно чуть дольше, чем оргстекло. Но также является очень хорошей растопкой. Горит долго. Однако токсично, при горении очень токсично. Выделяет там массу вредных отравляющих химических веществ. Поэтому, в принципе, к идеальной растопке, наверное, резину отнести не слишком правильно. Хотя тоже средство довольно из искусственных. Кусочек резины тоже средство довольно эффективное. Если бы все-таки для получения огня используется ферроцирьевая огнива, то вата в этом случае подойдет как нельзя кстати. Воспламеняется довольно быстро от даже небольшого снопа искр. Кстати, вату можно также ведь использовать и по назначению, в медицинских целях. Правда, есть один существо, ее недостаток. Она не терпит никакой влажности и воды. То есть она намокает и становится неэффективна. Ну и не стоит забывать о традициях, друзья. Ну куда же без газеты, там кусочка бумаги. Вот даже у меня в этом охотничьем рюкзачке газета всегда имеется. Это просто классика жанра. Она же не только для растопки подойдет в принципе. Да, единственный вот как бы тоже, это очень хороший такой труд для розжига. Но единственные недостатки, это их несколько. Во-первых, газета довольно быстро прогорает. То есть либо ее надо много, чтобы развести огонь. Либо опять же оперативно уже сразу же подкладывать хворост. И так же она, как и вата, не любит влагу и боится воды. Может оказаться так, что поднялся сильный ветер. Или вы где-то находитесь на открытой местности. Возможно вообще где-то в степях. И развести огонь там довольно будет проблематично при таких условиях. Даже если вы его и разведете, костер, то костром это назвать, мягко говоря, язык не поворачивается. Потому что, во-первых, вы от него никак не согреетесь. То есть одежду не просушить. Он будет просто разлетаться в разные стороны. Воду не вскипятить, еду не приготовить. Мало того, это еще и пожар небезопасно, если так можно выразиться. Искры разлетаются в разные стороны. В этом случае идеальным вариантом костра будет турбопечка или в простонародье докотский очаг. О котором я, кстати, вам уже рассказывал в своем фильме о костре разведчика, используемой партизанами во времена войны и так далее. Подробнее об этом костре в материалах в моем фильме. Ссылочка также в описании. Многие из вас наверняка зададутся вопросом, а как же другие типа зажигалок. Там бензиновые типа зипа, турбопьеза, не знаю, какие-нибудь там вечные спички, горелки и тому подобное. Да, некоторые действительно что-то из всего этого таскают с собой. Наверное, больше для антуража. И вам тоже с умным видом, наверное, что-то об этом рассказывают. Однако в реальных же условиях достают из кармана обычную газовую, ферроцеревую или пьезозажигалку и пользуются исключительно ими. Турбопьезозажигалки хоть и позволяют поджечь растопку на ветру, однако при этом имеют крайне непродолжительный срок службы. Газ очень быстро заканчивается, либо сеточка перегорает, а пластик при таком направленном пламени даже оплавляется. Всякие бензиновые зажигалки, они, как правило, имеют ряд недостатков. Во-первых, они по габаритам больше обычных зажигалок, они тяжелее. Бензин – это летучее вещество, и он довольно быстро из них выветривается, в отличие от герметичного корпуса обычных зажигалок. Поэтому в походах такие вещи не столь эффективны. Всякие охотничьи спички – вещь правильная, но, к сожалению, в современное время продаются довольно низкого качества. Это не те охотничьи спички, как были раньше. К тому же они и стоят довольно прилично. Поэтому, в принципе, обычный коробок с пропарафиненными спичками – это прекрасный аналог. Газовые горелки типа ковея с газбаллоном направленного действия. Да, штука очень эффективная и действительно полезная. Но, опять же, если речь идет о каком-то серьезном походе или экспедиции, потому как баллоны, они довольно-таки увесистые, ну как, не так, чтобы прям тяжело. Но если вы таких вот 2-3-4 возьмете, это уже будет занимать какой-то вес. Поэтому, опять же, вот эти вещи должны быть к месту. Но с помощью такой горелки огонь вы уж точно добудете, костер разведете в любое время года, в любом сезоне, при любых климатических условиях. Существуют и небольшие компактные горелочки с пьезоэлементом, круглым баллончиком. Хватает такого баллона часов на 10 горения. Идеально служит для оперативного кипячения воды, приготовления пищи. Когда ты уже столько натопал в переходе где-то, что заморачиваться с костром просто нет сил. Вот такие вот вещи, я считаю, да, они вполне себе оправданы в каких-то сложных длительных походах или экспедициях. Но, опять же, вот сколько раз я вам говорю, каждая такая вещь, она должна быть к месту. Ну что ж, друзья, буду я потихоньку заканчивать. Вот такой вот у нас объемный разбор полетов получился. Ну, потому что все-таки тема довольно важная. Ведь огонь это не только средство для вашего согрева, то есть для обогрева, для просушки вещей, приготовления пищи или кипячения воды. Это же и очень хорошее средство для, скажем, отпугивания дикого зверя. Костер это же также просто прекрасный душевный очаг, позволяющий собраться в лагере, допустим, всем вместе, где-то на бревнышках, песни под гитару. Либо просто посидеть, помолчать, смотреть на огонь. Даже если вы один, посозерцать, смотреть на огонь можно вечно. Подумать о чем-то высоком, далеком и глубоком. Надеюсь, что теперь у вас вопросов со средствами розжига станет меньше. Помните, главное правило, никогда не усложняйте. Всегда старайтесь идти по пути наименьшего сопротивления с наименьшей затратой времени и физических сил. Следите за пожаробезопасностью. Очень тщательно всегда, уходя с места стоянки, тушите ваш очаг, ваш огонь, костер. Заливайте так, чтобы никакого дымочка даже не было. Это очень важно. Пожар, вы знаете, это беда. Это просто страшно. Лесные пожары, особенно верховые, это все. Спасибо, что смотрели, ребят. Будут вопросы, задавайте в комментариях. Стараюсь читать и по возможности отвечать на все ваши комментарии. Кстати, интересно, может быть, вы какие-то еще, у вас есть какие-то свои средства и способы розжига, растопки. Будет интересно почитать. Я всегда за позитивный диалог. Все полезные ссылочки на другие мои материалы под фильмом в описании. Большущей вам удачи. Выбирайтесь на природу, ходите в походы. Согревайтесь у костра и пока увидимся.